Заменить перегоревшую лампу, казалось бы, нет ничего проще. Так думают большинство людей, которые наблюдают за ремонтом уличного освещения. А правду знают только профессиональные электрики. Наглядный пример. Вроде поставили новую лампу, а свет не горит. Обычный уличный фонарь существенно отличается от домашнего торшера. Кроме лампы освещения, он имеет ряд дополнительного оборудования, которое также может сгореть. И судя по состоянию этого фонаря, специалисты заглядывали в него достаточно давно. На ремонт устройства уйдет порядка 20 минут. Бывают случаи, бывают ветра, которые обрывают нам провода. Мы едем, ищем, где кусок оборван. В основном находим в ближайшие сроки, все монтируем. Просто так не бывает. Залез, поменял лампочку. Там помимо лампочки есть много других устройств, которые тоже выходят из строя. Тот же дроссель, та же изушка, провод, окисляются, проколы. Очень-очень много всего, что нужно ремонтировать, нужны материалы. Просто залезть, вкрутить – так не бывает. Сегодня бригады электриков работают в Анапской. Улица Тбилисская – одна из центральных станиц. Кроме того, что по ней в темное время суток постоянно передвигаются жители, здесь расположен один из важных социальных объектов – стадион, который был построен к чемпионату мира по футболу. В результате было отремонтировано пять фонарей. Как признаются сами энергетики, работа на этом объекте несложная. Гораздо труднее обслуживать оборудование в других сельских округах. Иногда спецтехника не может зайти на улицу. Тогда электрикам приходится своими силами подниматься на столб и производить ремонт. Ведь главное – вернуть свет на улицы сел, станиц и поселков. Составлен был график управления жилищно-коммунального хозяйства. Значит, это все дело подписано между нами ими. И мы работаем это все дело. Также сюда входят в график обслуживания федеральных трасс, гостевых трасс. Это Гастагаевская, Субцехская трасса, Анапская, Варваровская и Суку. Ну, то есть, все это дело мы уже проехали по одному дню. Сейчас вернулись в станицу Анапскую, довести дело до конца. Работа ремонтников продолжается с раннего утра до позднего вечера. Объекты необходимо обслуживать в светлое время суток. Уже завтра специалисты займутся освещением в селе Витязева. А на следующей неделе свет придет на улицы села Цибанабалка. Руслан Душевский, Анапа, регион.